Дорогой, можно я тебя поцелую? Я понимаю, что бабы-то из меня не очень... АТАКУ! И вот так два часа, понимаешь? Я полковник Сандерс! Зубы от мертвецов! Всем привет! С вами, как всегда, в студии Роман Катков и Артём Габрелянов. И это Баббл Подкаст! И сегодня мы будем говорить со мной. Тот случай, когда гость не нуждается в представлении. Мне кажется, мы можем встать, выйти и уйти. И Петя сам отлично справится. Пётр Гланс. Да, Петя Гланс. Здравствуйте! Очень приятно. Я бы хотел, чтобы все, в принципе, голоса в моей жизни звучали, как ты. Тебе очень быстро надоест. Во время первого секса, например. Да, да, да. Представь, ты вот. Да, да, да. В ухо, знаешь, шепчущий голос. Дорогой, можно я тебя поцелую? Можно. Неожиданно. У нас за таким тембром не спрашивают разрешение на поцелу. Слушай, ну просто это не совсем модно. Если бы где-то в Штатах были, я думаю, сейчас бы роль получил мгновенно. Мне кажется, интересно. Оскар, Оскар. Ты проходишь по... Пётр Гланс, актёр озвучания. Правильно говорить озвучание, да? Озвучивание. Озвучивание. Ну никто так не говорит. Все говорят озвучание. Все говорят дубляжа, мне кажется. Актёр дубляжа, актёр озвучивания, голос многих персонажей киношных, мультиков. На детском радио, кстати, очень много всего Петя озвучивает. Или если вы часто ходите в KFC теперь тоже. Если вы сейчас ходите в KFC, там Петя кричит, свободная касса, ваши лонгеры. Да, да. Это очень меня подкормило в момент, когда был на изоляции. Знаешь, и фильмы же на какой-то момент перестали выходить. Просто новых перестал появляться. Но тут пошла вот эта реклама кормёжек с доставкой. И это просто золотое дно. Ну спасибо им большое, они дали продержаться. Так золотое или всё-таки дно? Ну, понимаешь, это два в одно. С одной стороны, это дно этим заниматься, а с другой стороны, это всё-таки золотое. Сколько шеф-бургеров тебе прислали? Если бы, нет, едой, не борзыми щенками. А вообще, да, часто пытаются предложить борзыми? Ты знаешь, редко, но я тебя сейчас удивлю. Нет, не буду удивлять вас, не про то. Программу предлагали один раз, кстати, борзыми. А нужно озвучивал рекламу борделя, так ты не представляешь, что мы там предложили. Ты не представляешь, что недавно опять предлагали. Вот серьёзно, это не бордель, это новое приложение типа Тиндера, но только куда более агрессивное, скажем так. И я такой почитал текст, я говорю, а мы ещё рекламируем, там, знаешь, с матерком, с лёгким, там ещё что-то такое всё. Он говорит, ну, вот это такой сайт, там вот это самое, и приложение. Я говорю, нет, извините, я не буду. Вот в этот раз не буду. Я готов был там эротические фильмы озвучивать с удовольствием, вот это вот мне нравится. Все ж помнят великие твои цитаты. Как, то ли ещё будет, ещё нацитирую. Но я к тому, что вот это делал с удовольствием, а вот такую вот прямую рекламу не. Извините. Как мы с тобой прямо сразу с места в карьер про рекламу, да. Слушай, мне бы хотелось вообще рассказать нашим зрителям, наверняка не слышали твой голос, но прямо вот не видели тебя вживую. Если на Бабуфесте были, то видели, конечно. Да, но ты довольно медийный человек, но, к сожалению, не многие вообще, в принципе, привыкли видеть актёров озвучить. К счастью. Это вот честно к счастью, да. Это очень хорошо. Потому что можно спокойно ходить по улицам, и даже без маски, хотя я соблюдаю масочный режим, вот мне дадут ребят соврать. Я пришёл в здание в маске, в перчатках, всё как надо. Это здесь можно так немножко расслабить. Маски и маски. Соблюдайте масочный режим. И не страшно ходить по улицам, не страшно ходиться в больших тусовках, никто не напрягает особо. Это здорово. Потому что в своё время, там, это было 20, моё время было 20 лет назад, там, даже больше. Я вёл на телеке какие-то программы, когда ещё интернет только в России зарождался, то есть люди больше смотрели телевизор. И да, я передвигался, я, естественно, на метро, как все нормальные люди. И когда могли на эскалаторе просто там пнуть в плечо, развернуть, или вот это ты, блин, всё. Первый раз это дико приятно. К сотому разу ты уже такой шарахаешься от всего этого. Дайте пожить. Поэтому, да, поэтому очень приятно, когда ты вроде есть, а вроде тебя нет. Всё-таки, у тебя реклама стала больше, а работы по кино стало меньше. Её не то, что... Её поуменьшилось, сейчас опять, естественно, появляются новые фильмы, наконец-то что-то, новые сезоны сериалов. Поэтому восстанавливается поток. Но я говорю, когда было совсем туго, реклама спасала. У тебя же ещё сеть заведений, ресторанов, бобры и вузки. Об этом можно говорить. Ну, теперь уже да, раз ты сказал. Мы вырежем обо это, если что. Это сеть. Мне там очень нравится. Нет, у Петенского района проектов вообще очень много, в которых он как аки-паук запустил. Ну, просто рестораны максимально пострадали сейчас во время кризиса. Я тебе хочу сказать, что реально потеряли, мы, ну, допустим, из полного количества, там, 20-30 заведений, мы потеряли три, ну, два ресторана, один не ресторан. И то, потому что они находились в месте, которое очень модное в Москве, там, про культуры. И вся эта площадь принадлежит какому-то миллионеру, ну, миллиардеру, даже неправильно я сказал, то есть у него миллионы квадратных метров, я так понимаю, в Москве. И когда мы пытались договориться со всеми остальными арендодателями, они пошли на встречу, потому что у них там 2-3 помещения, и терять арендатора в момент кризиса, понятно, никому не хочется. И вот там не удалось договориться, то есть пришёл человек, типа, а Михалыч сказал, никому, значит, не спускать, хотите платить, хотите, идите. Ну, мы тихо собрались и ушли, а чё, ну, если человек невменяемый. Ну, как бы нет смысла, да, спорить. Это, конечно, печально, но ничего. Ты вообще один из самых неунывающих и весёлых людей, которых я знаю, и вот я не могу сказать случаев, когда тебе не приходишь с каким-то предложением, и ты с радостью готов вписываться вообще во всё. Ну, то есть, прям, ты прямо живой, олицетворение фразы, я за любой кипиш, кроме голодовки. Да, это правда. Ну, потому что это интересно, а главное... Это ты сам себе дался такую установку с детства, или как, или ты просто родился таким? Не знаю, нет, я точно не родился таким. Как Джин Керри, знаешь, всегда говори, да. Он говорит, что он родился таким? Нет, нет, в фильме. А, в фильме, да. Нет, во-первых, хотел сказать, что есть настоящий блогер, который так жил, вот, наш российский, буквально год назад он на всё говорил, да? Диана Шурыгина. Это не... Нет, это блогер, по-твоему? Я не знал, что она перешла в другую категорию. Нет, он, так его и звали, мистер, да, зовут точнее. Вот, и он целый год прожил, говорят, да, в итоге он там что-то поработал в Китае, где только не оказался, в общем, голодал, заработал денег, начал выменивать там знаменитую вот эту вот штуку со скрепки до дома, доменяться. Вот, он в середине этого процесса сейчас находится. Я к тому, что я нет, совершенно не такой, я вообще был очень забитый и скромный в детстве, если честно. Ну, как не забитый, не в смысле меня били. Я просто скромный и заикался ещё к тому же. То есть, это две... То есть, ты как... Кто это был? Демосфен или кто, который хотел учиться ораторскому искусству? У него было одно плечо кривое, он всё время заикался, и он себя тренировал тем, что он набирал себе в рот камни, улучшал дикцию, кричал на море, чтобы перекричать шум волны, подвешивал себе над плечом медь, чтобы у него одно плечо выровнялось, по сравнению с другими. Он стал замечательным оратором. По-моему, это был Демосфен или... Ну, нет, по-моему, ты прав абсолютно. Ты тоже над собой поработал, как он... Ну, что же я поработал? Надо мной мама поработала. Вот я тебе честно могу сказать. Надо мной всю жизнь мне очень повезло. Логопеды или что? Повезло, что надо мной всегда работали женщины. У меня женское воспитание. Это доминаты, кстати, что ты сейчас имеешь в виду? Сейчас объясню. Мне просто повезло. С мамой, с женой, с подругами. Не знаю, ни разу не попадался на жизненный пути плохой человек женского полу. Мужского полу попадались пару раз, женского почему-то нет. Это удивительно. Не, он тоже хороший. Что ты? Что ты? Я тебя умоляю. А мама была с железным характером. Она метр пятьдесят пять. Была архитектором. И, знаешь, в детстве мы, помню, ходили... Ей нужно было на стройке что-то разрулить. А стройка – это первый мет на Фрунзенской. Она приходила, и как начинала с прорабами разговаривать так, что тебе хвост поджимали, знаешь, просто при ней. Но без мата? Совсем вместе. Апсценная лексика тоже была. Ну, я к чему веду? И она, в общем, достаточно жёстко меня воспитывала. И я даже ей жаловался, типа, вот, посмотри, у меня лучший друг. Вот у него такая мама, она ему всё разрешает. А ты меня не любишь, ты то, сё. То есть, я в это верил на тот момент. Но потом, спустя долгие годы, я понял, что, в общем, то, что она делала, было очень правильно. Хотя, и, да, счастье большое, что мне удалось это понять, пока мама была ещё жила. То есть, и где-то там лет в 20, когда я всё это бурное, знаешь, юношство пережил, мы потом жили душа в душу, любили друг друга. И, в общем, я и много раз успел сказать спасибо. Действительно, ценно, кстати. Слушай, ну да, на самом деле, я вот так тоже часто задумываюсь, что я тот человек, которым меня сделали, только благодаря тому, что родители со мной в какие-то моменты жёстко вели себя, обращались, то есть, заставляли учиться, не давали поблажек, не били, слава богу. Вот, действительно, это сделал меня таким человеком, которым я сейчас являюсь. И я бы не хотел для себя другого воспитания, ну, типа, оглядывать назад. Ну, видишь, строгость полезна. Вот мы и выяснили. А вот с Румы обращались как... Да, да, со мной как... Да, смотрите. У меня есть другая история про Петю, потому что, когда Петя приходил к нам в гости как-то раз, ему начали звонить с каким-то коммерческим предложением, и он взял трубку, он говорит, так, сколько, сколько надо чё сказать, а потом говорит, не, ну это много, тысяч 15 дайте, и всё, типа, ну, то есть, тебе предлагали, там, говорит, сумму в 4 раза больше, ты специально сам, как бы, сказал, ну, я же потрачу на это, там, типа, 3 минуты своего времени, и так далее. То есть, ты, как бы, во-первых, адекватен в этом отношении, а во-вторых, действительно, ну, не набиваешь себе цену, при том, что ты, действительно, ну, голос всего, что есть в России. Тут такое дело, это, знаешь, я считаю, что, ну, то есть, я примерно оцениваю свой труд для себя внутри, сколько он должен стоить, и я считаю, что он не должен быть недооценён, но также и не должен быть переоценён. И вот этот вот момент, срубить побольше бабла, там, в каком-то промежутке времени, а потом к тебе никто не придёт, мне совершенно это не нужно. Поэтому, если люди, например, так бывает, обращаются, которые не в курсе ценообразования. Чтобы они ушли от тебя довольными. Конечно, чтобы мы потом ещё поработали. Лучше мы ещё потом поработаем, чем я высосу просто из них все деньги. Муша, ну, сколько ещё в KFC появится новый утрен? Это есть такой анекдот, как преподаватель в школе слышит, как дети дразят на классника, говорят, мой шо дурачок, мой шо дурачок. Он говорит, почему вы его так называете? Он говорит, смотрите, мы ему даём 1000 рублей и 100 рублей. И он берёт 100 рублей, потому что он считает что-то больше. Он отводит его, говорит, мой шо, зачем ты берёшь 100 рублей и 1000 же больше? Он говорит, конечно, я знаю, учитель, что 1000 я больше, но если я возьму 1000, они мне перестанут давать этот выбор. А так я всё время по сотке забираю. Постоянный доход. Я с этих клоунов уже 5 штук собрал. Слушай, но в итоге с кино во время пандемии прям хуже было. То есть, мало проектов. А для Netflix всяких сетей тебя зовут озвучивать? Зовут. Активно. Ну, не активно, она на уровне со всеми. Они, естественно, зовут, потому что им тоже нужно материал выпускать. Мало того, сейчас вот Netflix, поскольку достигли договоренности с МНГ, и они теперь будут здесь целиком русифицированы, скажем так. Даже то, что раньше не русифицировалось, не переводилось, всё это будет сделано. То есть, работы будет много. Её и так много, по сути. Потому, что у всех этих стриминговых сервисов появилось столько, и я уже несколько раз задавал этот вопрос странный, почему они не сделают между собой не то, что коллаборацию, чтобы по 600 раз не делать одну и ту же работу. Ладно, есть, например, какие-то уникумы, типа Кубик в Кубе, да, Руслан Габидуллин с Олей Кравцовой. Или там Кураж Бомбей, да. А на плане-то уникумы ты имеешь в виду? Перевод которых, он будет отличаться от любого перевода, который сделан классически, и, да, их слушают ради, вот конкретно ради этого. Типа гублинский такой, да, ты имеешь в виду подход? Ну, да, у каждого по сути, раз Бомбин никогда не ругается, они придумывают всегда свои словечки там в тексте, да. Кубик в Кубе, они вставляют в сценную лексику туда, где её и быть не должно, а всё равно вставляют, и получается весело. Понимаешь, ну, кто хочет, тот смотрит. Ну, а почему надо не продать? Но делается, почему? Они сейчас официально, там, Кубик работает с Кинопоиском, Кураж Бомбей работает с Уинком, с Ростелековым. Но почему вот эти все крупные кинотеатры, которые делают озвучивание сериалов и фильмов, каждый своё, но классическое, с классическими актёром, нахрена 20 одинаковых озвучек, ну, примерно одинаковых. Почему? Условно, я не могу подписаться на один кинотеатр, смотреть при этом, чтобы у него в базе были фильмы из другого кинотеатра, они внутри себя будут делать какие-то отчисления там друг к другу, и всё. То есть, я плачу одну, там, сумму, может быть, чуть дороже, чем, ну, условно, подписка, там, на один стоит 500 рублей, на другой 500, на третий 500. Я готов платить 700... Нигде таких цен нету, если что. Да? Я не знаю, а какие цены, просвети меня. Ну, там дороже. Дороже, да? 500 рублей, это что-то вообще нечего. Кажется, сейчас где-то есть, но на Кинопоезд дешёвая подписка. Не, ну, там, типа, там, в смысле, если там дешёвая подписка, то ты ещё и за фильмы дополнительно потом платишь. Ну, да, там есть. Ну, в общем, я в ценообразовании не очень секу, но, ещё раз говорю, вот есть какая-то средняя цена. Поднимите её, там, в полтора раза, но человеку не нужно будет на 10 сервисов подписываться, чтобы там один фильм посмотреть. И через две недели, или, там, через три ещё, может быть, один раз. Да. А сделайте внутри себя, чтобы вы делали друг другу отчисления какие-то за просмотры, всё. Мне недавно тут такую классную идею для триммингового стартапа посоветовали. Сайт, на который ты заходишь, и ты, типа, вбиваешь какое-то настроение, что ты хочешь посмотреть, а он выбирает среди всех этих стримминговых платформ. Какие фильмы по жанру тебе подходят в данный момент, и где дешевле это можно будет посмотреть. Типа, авиасейлс, только для фильмов. Что-то типа, Мханета, который стух. Когда-то он был, да, тот же сервис, который оценивал... Но они отслеживают при этом сервисы. Ну, тогда, когда он был, сервисов не было. Но я к тому, что нечто подобное... Да, агрегаторы. Ну, по сути, это агрегатор. В какой-то момент это до этого дорастёт, мне кажется. Появится обязательно, давай. Все, короче, вырезаем этот момент про стартап, чтобы у нас... Нет, все, ты уже сказал, сейчас же как право действует. Кто первое в эфире сказал, того и тапочки, если что. Хочу быть президентом галактики, когда появится такая вакансия. Все, затолбил. Все, молодец. Вот, молодец. Слушай, а часто бывает, что неофициальные озвучки покупаются потом официальными каналами? Не могу сказать, что часто, но бывает. Вполне себе бывает. Вот, например, я смотрю на Netflix, там, Brooklyn 99, он там без перевода. И так далее. Я знаю, что есть там твои озвучки Brooklyn 99, почему бы им, там, говорится, вот с помощью новых там партнёров в России не просто купить то, что есть. Еще раз, некоторые кинотеатры официальные покупают эти озвучки. Естественно, цена такой озвучки уже готовой и уже использованной, по сути, да, она в несколько раз меньше, чем если ты производишь озвучивание сам, да, поэтому это делается. Другое дело, есть же еще внутренняя политика компаний, там, то, сё, это всё может влиять. Так же, как вот в Кубе, когда у них произошла закуска с Амеги, если вы знаете, там, два года назад было, да. Чудом, мне кажется, они как-то избежали последствий. Во-первых, ну, я бы сказал, что какие последствия там могут быть, это очень непонятно, потому что последствия могут быть за распространение. Если ты просто сидишь, делаешь перевод, ты ничего, ну, то есть ты ничего не нарушаешь до того момента, пока ты не начал его распространять. Но распространяют обычно вообще совершенно какие-то третьи люди, причем тут те, кто озвучил. Ну, хорошо, мне приходит, большинство заданий мне приходит по почте, да, ну, там, вот это самое видео, вот текст, начитай. Я начитал, отправил, кто это, что это, блин, я откуда знаю, мы на ИП оплатили и оплатили. Представляешь, да, такой, начитай и получил текст, если через 12 часов я не получу деньги, вы получите пальцы, там, знаете, все такое. Такое, по-моему, слежу. Ну, кстати, ты шутишь, а первый сезон сериала «Мост», никто из вас не смотрел сериал «Мост» скандинавский? Нет. Отлично, это такой детективчик, но там как раз было, что актер там начитал такой текст, он говорит, ну, я пришел в студию, мне дали, я прочел, и все. А потом спустя три года его использовали как раз во время убийства. То есть, это вполне себе, актера никто не посадил. Так вот, еще раз, не могли договориться, первое, что предложили кубики, они говорят, давайте, вы сделаете просто альтернативную дорогу с нами, у себя на сайте, мы будем на вас работать, мы вам отдадим всем переводы, которые мы сделали, то есть, они станут вашими официальными. И, типа, у вас будет альтернативная дорога, зритель будет сам выбирать. Те уперлись в не какашку, вот, и это, в общем-то, самой проблемой было. Потом пришел кинопрость и сказал, давайте, отлично, у нас будет альтернативная дорога с кубиками. И они стали... Какая-то консульта эта история, просто, типа... Ну, они перестали, кубики перестали делать все сериалы, на которые права у медиотеки. Ты говоришь, типа, какие последствия, но мне кажется, когда такая огромная корпорация каким-то физическим лицам выставляет претензии, это в любом случае очень страшно, само по себе. Это, безусловно, страшно, только ещё раз, надо для этого, чтобы этого бояться, надо совершить преступление. Если де-факто преступление не совершено, то извините. У нас необязательное наказание идёт за преступление. Ты сейчас говоришь, у нас, это... У нас армянцы. Во всём мире так, во всём мире так, ничего страшного. Ну, тем более, ты говоришь, у нас необязательное наказание идёт за преступление. Значит, бояться ещё меньше надо, получается. У меня такой вопрос был. Вот как ты определяешь, когда тебя позовут на работу? Кто должен быть в проекте, чтобы Петя Гландс сто процентов пришёл и озвучил? Есть закреплённые, во-первых, за тобой какие-то актёры, артисты? Вообще, ты знаешь... Или все амплуа, все герои, всё что угодно. Сразу тебе скажу. Раньше, ну, допустим, лет ещё 10 назад, в принципе, подобное было. Ну, что-то похожее на то, что ты говоришь. Когда действительно старались одного и того же тёра озвучивать одним и тем же человеком, всё. Ушла Старая Гвардия практически вся режиссёров дубляжа, которые делали самые такие, самые сочные вещи. Ушла не в смысле, они ушли из профессии, а, к сожалению, просто за счёт старости умерли. Вот. И новые режиссёры работают совершенно... Ну, большинство из них, я не говорю, что все, работают не по принципу, что будет лучше для проекта данного конкретного, а по принципу, мне вот с этим легче работать. Я лучше его возьму, чем позову там Васю. Но Васю парень ершистый, я устану, что-то мне станет некомфортно, да ну его нафиг. Или там кто-нибудь из прокатчиков или из заказчиков говорит, так, ребята, вот этого не берите, мы не хотим, всё. Даже если он идеально подходит на роль, нет. Поэтому это такое. Но это не касается устоявшихся каких-то образов. Ещё раз говорю, касается чего угодно. Да, касается личное желание режиссёров, заказчиков и так далее. А не боятся, что, например, прости, что перебиваю, сразу боятся быть... Не касается ли это того, что, например, в какой-то момент люди слышат чужой голос, уже устоявшегося образу? Ну, то есть, условно говоря... Были такие прецеденты. Это влияет наверняка, да? Естественно, влияет. Просто, ну, по-разному влияет. Может быть, на кассу сразу фильма этот так не повлияет, но, например, на дальнейшую судьбу там влияет. Ну, хотя и на кассу тоже. Если с Рафан плохой, сам знаешь, ну, как кино работает. Ну, например, Ди Каприо озвучивать не Бурунов, а, например, я не знаю, ну... Вот с Ди Каприо некорректный пример, потому что Ди Каприо за всю его большую карьеру его озвучивают четыре человека, по-моему, минимум. Потому что он настолько, как ни странно, разноплановый актёр, ну, вот прям разноплановый, что одним человеком его не сделать в разных ролях. Хорошо, тогда другой пример. Есть, например, Ерёмин и Аль Пачино. Вот эта вот связка, которая... Ну, потому что у Ерёмина действительно голос вот этот потрясающий, с хрипотцой, с раскрескиванием, со всей... Ну, вот. И да, он постоянно, практически всегда на Аль Пачино. Практически всегда... Вот я делал Джеральда Батлера, сейчас его, например, делает Антоник. Ну, как-то так, как в какой-то момент перешло. Но вот фильм, который либо выйдет, либо вышел недавно, опять же, Батлер в главной роли, там делают уже не Антоник. Антоник просто был занят, а решили не ждать. И, в общем... То есть, не настолько принципиально, короче. Видимо, в каких-то... Понимаешь, если бы это была череда фильмов, ну, условно, у тебя в Марвелских комиксах, да? Когда персонаж переходит из фильма в фильме, это одна вселенная. И вдруг в одном фильме его один озвучивает, в другом другой. Вот это, конечно, была бы шляпа. Ну, вот да. Если сейчас делают Дэдпула 3, и такой, опа, Петю Гланца не позвали. Ну, я надеюсь всё-таки, что... Надеюсь всё-таки... Но, просто, вот, ситуация такая, в принципе, возможна. Ну, слушай, сейчас выходит ремастеринг «Принца Персии». Да, кстати, про... И я узнал об этом, от того, что мне в Твиттере ещё где-то начали писать, там, типа, «Гулина, а почему не ты?» Чё не я, я сначала не помню. Потом, оказывается, вышел трейлер. В трейлере «Принца» озвучил кто-то где-то, я не знаю. Звукорежиссёр, скорее всего, просто. Нет, совершенно... Я же не говорю, что плохо или хорошо. Я говорю, просто, ну, не я. А люди, допустим, выросли и помнят этот голос. Конечно, я помню прекрасно. Я бы мог это сделать прекрасно. Но, опять же, по какой-то причине, как бы, говорят, ты шо, отказался, там, ещё что-то. Я говорю, нет, меня просто не позвали. Вот. Я не знаю ни что за студия это делает, ни какая компания, ни там... Ну, короче говоря, просто откуда я знаю, почему не позвали? Не знаю. Я просто помню, что раньше, когда даже была компания, когда в фильме был Жиренхол, тебя специально прям все активно агитировали, чтобы ты из игры пришёл в фильм «Принц Персий», который был там в 2005 году. И надо отдать должное Диснею, на тот момент они действительно, они позвали озвучивать «Принца». И, в общем, ну, получилось закончено, как бы, игры, переходящие в фильм или фильм в игры. Потому что есть люди, которые посмотрели фильм, а потом решили посмотреть. Я не играл ни в игру, не смотрел ни в игру. Ну, видишь, ты счастливый человек. А какие ещё ты игры озвучил? Ты можешь так вот на вскидку? Я просто, к сожалению, играю в основном только в оригинал, поэтому я твой голос не мог оценить. Мне очень тяжело тебе ответить на этот вопрос, потому что я озвучил... Нет, я озвучил столько много игр, что в башке это всё не укладывается. Ну, вот, недавно было там продолжение «Ганг Планк». Да, вот ты меня сегодня говорил. Это пират из «Лига Флэджендс». Вот тут тоже чувачок знакомый. Но я ещё раз говорю, игры постоянно какие-то новые. Это интересно. Игры вообще классные. Ну, какой-нибудь орк из... В «World of Warcraft» тоже озвучил. Скажи что-нибудь. Не могу я тебе сейчас сказать, я не помню. Поставь мне персонажа вот так вот. И я тогда... Я сразу скажу. Я просто огромный фанат в стиле «Warcraft». И да, я уже больше 15 лет играю. Ну, в смысле, 15 лет ровно играю. С самого страшного. Сколько ты бабла влил в эту волну? Ну, да, если считать подписку, 15 долларов в месяц – это до хрена. У богатых свои причуды, дамы и господа. Ниже, чем если бы я курил. Вот так, давайте скажем. Ничего себе. Да, ну, в принципе. Хотя, смотря что ты курил. Какой твой самый нелюбимый голос? Который ты вообще не любишь разговаривать, но иногда пароли прям надо. Ну, женский, наверное. Потому что мне не очень... Блин, это смешно. Сейчас. Мы делаем с ребятами... На ютюбе канал называется «Супергеройский блог». Это рисованная, значит, такая анимация. И, в принципе, смешные ролики. Там супергерои. Я там озвучиваю Дэдпул. Озвучивал всё это время. Чуть ли там, ну, почти с самого рождения и раскрутки канала. И всё у нас хорошо. Но вдруг последние два раза они запустили туда миссис Дэдпул. То есть, вдруг она появилась. И такие говорят, ну, баба, ну, давай ты её озвучишь. Я говорю, а я ещё осипший, охрипший какой-то был. Я говорю, ну, ладно, я попробую. И я понимаю, что баба-то из меня не очень. Ну, то есть, она какая-то такая с яйцами получается. Си-и-и-и-и-чичками. Вот. Поэтому, да, вот такой голос, например. Это просто некомфортно. Я понимаю, что любая женщина сделала бы это лучше. Ну, безусловно. Ты говорил сейчас про твой проект? Я хрипеть не люблю и орать ещё. Вот ты спросил, когда вот так надо разговаривать? К связке там такие, а бывает же, знаешь, компьютерная игра типа какой-нибудь Call of Duty, когда тебя вызывает, да там пару часиков. Приходишь, и там такой список, ну, то есть роль, и ты видишь уже сразу, что всё плохо, когда в каждой фразе по два слова или по одному. Это значит, да, это юнит какой-то в половой. Атаку! И вот так два часа, понимаешь? Это ж пипец. И куча восклицательных ещё знаков добавляют. По-разному бывает, по-разному. Но я к тому, что вот это тяжело, это хана. Некоторые актёры... Просто можно кричать, как это, по-актерски, когда ты... Не так, как я сейчас крикал. В атаку! Типа ты посылаешь туда в зал, но, на самом деле, это не крик. И смешно, что даже в фильме такое может прокатить. В игре сразу понятно, что кто-то халявит. Прям, ну, вот, на! Потому что там юнит маленький, блин, и когда он такое... Поэтому приходится выкладываться. И я говорю, некоторые актёры поорал два часа, а потом четыре дня не может работать. Вот это вот всё. Ты говорил про свои проекты. Я хотел сказать про ещё один твой проект в интернете. Честные трейлеры. Мне очень нравится, как ты это озвучиваешь. Я правильно понимаю, что это просто озвучка, потому что есть ребята на Западе, которые делают... Да, абсолютно верно. Павер, сейчас объясню. У нас делают супер-ВХС честные трейлеры. И делают их отлично. Честные трейлеры, которые на Западе, я решил их поделать. Просто когда-то их делал BadComedian. Из чего выросла... Ну, вот, сам BadComedian и его большие обзоры. Но, соответственно, когда он занёсся своими обзорами, естественно, эти честные трейлеры он забросил. Потом их как-то там делали тоже в интернете. Но, в основном, они не могли попасть именно вот этим голосом ведущего. Потому что там голос ведущего очень такой бархатный басистый. И я такое попробовал, смотрю, ну, подходит. Дальше, да, и были смешные. Вот ещё года три назад они были прям реально смешные. Последние трейлеры, ну, там, последний год прям, скажем, может быть, дальше чуть меньше. Они всё преснее и преснее. Потому что они пытаются, западные ребята, обойти все вот эти вот гендерные такие-сякие моменты, чтобы, не дай бог, кого-то не обидеть там. Что юмор уходит. Поэтому сравнить это, я говорю ещё раз, с СуперВХС, которые... То есть, реально цензуры у нас, ну, в России... А ВХС это Руслан делает, да? Да, да, да. Цензуры у нас намного меньше, чем на Западе. То есть, я вот по трейлерам, это видно, что им приходится выбирать вот чуть ли не каждое слово, чтобы не дай бог, блин, кого-то не зацепить. Но ты продолжаешь всё равно это делать. Я надеюсь, что когда-нибудь это безумие, вот это вот... Это чисто твой фан. Это в кайф, да. У меня не монетизированный канал, то есть, подписчиков не так много. Я иногда туда делаю, там, какие-то смешные рекламу, если вдруг нахожу, там, ещё какие-то вещи. Да, добавляешь много своего вообще у вас в такие штуки? Нет, смотри, в трейлеры добавляют... Во-первых, у меня в основном работают переводчики. Правда, те, которые со мной работают, и которые я знаю, что они крутые. Поэтому некоторые шутки просто приходится адаптировать, потому что русского человека вообще ничего не скажет, если взять просто YouTube скопировать оригинал. Но я к тому, что я говорю, туда же на канал я добавляю всякие там ролики с Райном Рейнольдсом, если выходит интересные, там, какие-то свои приколюхи. Ну, в общем, это так, для удовольствия и для людей, скажем так. Без всякой задней мысли. Какое у тебя отношение к Райну Рейнольдсу? У меня? В каком смысле? Что вы имейте в виду? Человек принёс тебе много работы, или как он вообще к личности, к персонажу, ко всему? Мне дико нравится. Во-первых, он очень положительный чувак сам по себе. То есть, он очень правильный. В жизни бы я, наверное, с ним бы не смог бы сдружиться, потому что я неправильный, а он прям хороший. Он семьянин, он такой милый и всё. Но его вот эта вот повёрнутость на Дэдпуле, меня очень радует. Когда он там сам права эти выкупал, когда он, ну, он же владелец, по сути, образа. То есть, без него... Да, ты без него не можешь рекламу снять, хочешь вставить Дэдпул, даже если там человек в костюме, там, резину, ну, не настоящим будет бегать. Всё равно ты должен ему, там, отчисления и так далее. Ну, вот. Ну, если уж всё официально. И вот эта его фанатичность с образом и с тем, что он всё-таки продавил 16 плюс фильмы именно по комиксам. Это всё... Эррейтинг, да. Он очень многого добился, и это круто. И персонаж, образ, который он создал, он мне прям очень нравится, и он мне подходит. Мне не просто не тяжёл, мне легко его делать. Вот чём-то. Ну, вот. А как с человеком, я ещё раз говорю, вряд ли бы. Вот с Баттлером было бы проще, потому что с Баттлером я даже пивал как-то. Хотя он в завязке как-то. Типа в завязке. Но, тем не менее, смотри, например, ты вот говоришь Райан Рейнольдс, но... Детектив Пикачу. Да. Что? Что с ним не так? Это же не образ Дэдпула. Там, как бы... Попытаюсь сформулировать сейчас... Как ты унаследовал, получается. Да, да, да. Получается, с тобой сейчас уже закрепился Рейнольдс? Я, во-первых, до Дэдпула я Рейнольдса делал и в Призрачном патруле. И что ж найти ещё? Никто не смел в Призрачном патруле. А очень зря. Я смотрел. А очень зря. Вот. Очень зря. Это раз. Многие не согласятся с тобой. Во-вторых, во-вторых, ты знаешь, вот великолепная... Господи, невеликолепная... Что-то Призрачная семёрка, да? Был фильм недавно, тоже с Рейнольдсом вышел по Нетфликсу. А, я понял. От Майкла Бэя там. Семером в подполе. Да, да, да. Вот он там, наверное, немножечко другой. Не как Дэдпул. А Пикачу, скотина, настолько похож на Дэдпула, то есть, по тому, что он сделал. У него даже ужинки какие-то определённые. Он же там, тот-то высоко, то низко, разыгрывает какую-то клоунаду. То есть, всё там это есть. Рейнольдс, мне кажется, сжился с ролью настолько Дэдпульной, что он тянет это и другие роли немножечко. Про Рейнольдса я ещё хотел сказать такую вещь, что ты сказал сейчас, что он запретил использовать образ вне своего исполнения или как-то. Да, да. То есть, играть его, ну, если ты делаешь что-то сверхофициальное, например, даже серьёзную рекламу здесь, в России, то либо ты можешь заплатить денег, Рейнольдс прилетит и сыграет. Ну, реально, это так. В костюме. Ну, видимо. Либо... В маске, да, при этом? Ну, естественно, в костюме. А вот. Не, может ты, наверное... Ну, хотел сказать, без костюма. Без костюма совсем нет, но я к тому, что, может ты в этой самой... В опухшей физиономии. А... Но вот был прецедент, когда к нему обратились, ну, понятное дело, таких денег ни у кого не было, чтобы он прилетел. Ему просто прислали с запада, там, два часа футиджа Дэдпула, снятого просто на зелёнке. То есть, просто там ходил, делал лужинки какие-то и всё. Сказали, ну, нарежьте себе для ролика, вот вы можете это взять. И озвучите, да, как хотите. Ну, озвучите, да, здесь уже. Ну, фактом... Ну, и за это, естественно, заплатить денег. Ну, то есть, ну, это точно Рейнольдс. Стопудово. Вообще. Просто... Кто не отличит, правда, он в маске и в костюме, но... Я вот в этом заковыкаю. Я помню на Комик-коне, на самом первом Комик-коне, когда пока было промо Дэдпула, типа не сам первый Комик-кон, а первый Комик-кон, когда появился Дэдпул. Там был актёр, которого одели в Дэдпула, и он не знал вообще ничего про персонажа, он ходил мега серьёзный, мега важный. И я к нему подошёл и говорю, чувак, ты хоть что-нибудь знаешь про своего персонажа, которого ты изображаешь? Он говорит, нет, ты вообще не такой должен быть. Я говорю, ты придурок, ты лапаешь всех за задницу, особенно желательно парней, ругаешься матом. Артём, не надо было все свои желания подносить на парня. Да, и вот я ему это сказал, и он послушал других видим, и на второй день он совершенно себя по-другому вёл. Он начал уже придуриваться, он начал что-то шутить. Чувак просто полностью изменился, потому что первый день это был совершенно не тот образ, который, я думаю, все должны были транслировать. Папостный супергерой. Но никто, к сожалению, этого парня не проинструктировал вовремя. Слушай, ну а то сейчас все конвенты полны таких дэдпулов, которые прикалываются всю дорогу. Да, вот мне, кстати, не нравится дэдпул тем, что это вот... Так-так-так! Да, мне не нравится дэдпул тем, что, типа, костюм это индульгенция на всякую херню, которую ты можешь творить и прикрываться образом персонажа. Это, я считаю, неправильно. Ну, типа, условно говоря, ты можешь дать пинок по джопу маленькому ребенку, сказать, а, это же я дэдпул, типа, дэдпул так делать. Нет, блин, так нельзя делать. Я что-то не помню, чтобы он детей маленьких пинал. Это как-то с перебором. Ну, ладно, хорошо. Это Артём просто на фестивалях видел такое, понимаешь? Ну, типа, ну, да, то есть, как бы... Прямо маленького ребенка такого. Да. Играть в образ, это не индульгенция, а на какие-то идиотские поступки. Ну, на поступки, да. Как, например, в свое время Джаред Летто был в образе Джокера, присылал всякую хрень своим коллегам по фильму, типа... Тараканов там, каких-то крыс-то. Да, мертвых крыс, и говорит, типа, я вхожу в образ Джокера. Нет, чувак, ты просто, блин, людям бортишь настроение на день, когда присылаешь мертвых крысов в конверте. А как он замудрялся в конверт запихнуть крысу? Ты вот сейчас ты меня... Ты знаешь, это стало интересно в истории. Да, да. Слушай, ну, индульгенция не индульгенция, но если ты приблизился к Дэдпулу, даже на конвенте, да, это твоя проблема, ты мог обойти стороной. Не обязательно было вплотную подходить, чтобы он мог до тебя дотянуться. Поэтому, ну, еще раз, мне кажется... И когда ты подписываешься на фильм как актер, тем более на западе, то там ты подпишешься настолько всяких геморроев, что, мне кажется, крысы в конверте – это вообще не самое страшное. Слушай, тогда у меня следующий вопрос. Немножко перейдем, ну, типа, чуть-чуть перейдем от темы к теме. Смотри, есть такая тема, как игра актеров по Станиславскому. Когда ты входишь в роль, вот... Не ожидал ты такого, да, на этом подкасте? Да, да. Бам, просто. Я-то думал сейчас. Уболтаем. Условно говоря, например, как Дэниел Дэ Льюис, да, который... Кстати... Нефть. Нефть, да, но есть еще крутейший фильм, я не помню, к сожалению, как называется. Он играет там чешского эмигранта, по-моему, чешского, который приехал в Америку и разговаривает. Так вот он для того, чтобы изобразить английскую речь с легким чешским акцентом, он выучил специально чешский. То есть, он настолько вошел в образ роли. Он спал там где-то там, он дрался на улицах, он спал под мостом. Короче, в чем суть вопроса? Вот у тебя как-то происходит? Ты просто заходишь в кабинку и ты начинаешь... ХОБА! Да. Или тебе нужно как-то вот тоже как-то прочувствовать, проходить какое-то время с персонажем. Изучение эйграунта. Давай так. Слишком сложные вопросы, я понимаю. Нет. Вопрос, наоборот, очень простой. Ты просто сравнил, я не знаю, солнце и травинку и так... Не знаю, как это делать. Не спромничьи, спромничьи. Еще раз. Это не меня и Дэниела Дель Юриса, а два разных вида деятельности. А когда ты дублируешь, кино уже снято, и актер все сыграл. Я пойду спрашиваю, на сколько у нас. Просто тебе достаточно 5 минут посмотреть, как он в разных ситуациях себя ведет. Тебе покажут это, безусловно, если ты попроще. Если это не твой знакомый актер, который ты уже на зубок выучил, мне, например, сейчас что будет Дэдпул озвучить, не надо будет смотреть следующие фильмы. Сам наговорю его заранее. Смогу на ходу войти в роль, что называется. Но просто понять, что он играет, и все, и за ним повторять. Главное, не испортить и не привнести слишком много своего. Тем более, если фильм хороший. А уж кто как входит в роль, знаешь, кому-то для того, чтобы приготовить яичницу, нужно две руки и сковородка, да? А кто-то вызывает там 20 поваров. Ну, получается, на выходе тоже... Ну, мне это желательно нужно для яичницы. Сейчас. Я имею в виду как оборудование. Ладно, хорошо, яйца нужны. Но я к тому, что кому-то нужно спать под мостами драться, а кто-то может в такой же рейч и в такое же настроение войти за 5 минут, просто умея перевоплощаться на ходу. Я тебе больше скажу по поводу выучил русский и там акцент. Озвучил я тут как-то одну игру, кстати, и озвучил в ней русских. Озвучил не для России, для западной компании. И были ребята, ну, супервайзеры, на севере Америки находятся. Которые, значит, говорили, да-да, нет-нет, хорошо, плохо. Вот. И когда звали, сказали, очень хорошо, что английский не твой родной. Вот прямо нужны русские с русским акцентом, потому что это русские персонажи в английской игре. И я, хорошо, читать-то я могу по-английски. Я им записываю. Говорят, нет, с русским акцентом так не говорят. Говорят они. Слушайте, давайте мы тебя научим русскому акценту, короче. Они начинают. Комрад. Они меня учили русскому, как должен звучать русский акцент. Я понимаю, что это совершенно не русский английский. Ну, т.е. для... Настоящий русский акцент... Русские не говорят так по-английски. Да. Клюку, короче. Естественно. Поэтому чешский акцент Льюиса был вот такой же чешский акцент. Абсолютно. Как вот для канадцев или там, для американцев. Ну, ты сейчас затронул очень важную тему. Очень болезненную, что самое было. Болезненную для многих зрителей, я бы сказал. Потому что ты вот говоришь, что типа нужно озвучить так, чтобы передать эмоции персонажа и не привнести своего. Потому что я, например, буквально вчера... Лишнего. Лишнего, да. Своего лишнего, да. Тождественные понятия, когда ты озвучиваешь роль. Короче, а к чему? Я только вчера посмотрел видео про озвучку игры Last of Us 2. Очень интересное видео про то, как актеры дубляжа, сами того не желая, довольно сильно изменили персонажей, изменили их образы своим дубляжом. Угу. Он был хороший человек. Он был мне другом. Он не был тебе другом. Он был хорошим солдатом. Иначе я не смогу убедить остальных. Убедить в чем? Убедить в чем? Что ты нормальная. Убедить в чем? Что ты можешь прийти. Тут вообще без комментариев. Вот насколько часто вообще ты с таким сталкиваешься, что там тебе либо люди пишут, либо говорят, что ты взял и засрал моего героя, озвучив его, а в оригинале он такой классный, а ты взял и дал ему характер слюнтяя или еще что-то. Или у тебя такого нет? Ты знаешь, но в последние годы минимально я с таким сталкиваю. Нет. Всегда бывают люди, которые чем-то недовольны. Всегда есть хейтеры. Это бывает. Но сейчас довольно редко. Я не знаю, может я лучше работать стал, может действительно стал меньше наяривать от себя, что называется. А когда начинал в начале 2000-х, там постоянно были какие-то, вот что-то там клоуна какого-то сделал. А мне еще голосок такой был, непоставленный. Я хотел озвучить, озвучил, но еще совсем непрофессионально, прямо скажу. Я даже переслушиваю какие-то, у меня просто на DVD сохранились фильмы, которые я делал, и в машине дочки там. Мультфильмы типа «Король лев», я стал со своей озвучкой, еще что-то. Я слушаю и ржу. Понимаешь? Потому что чувствуется, что сделано с душой, то есть детям это нравится. Они проблемы не испытывают. Но любой взрослый сказал бы, боже, блин, что это? С оригиналом не имеет ничего общего. Ну да, расходятся, прямо скажем, местами. Ну вот. Поэтому сейчас с этим проще. Сейчас наоборот. Сейчас видишь, поскольку я настолько старый, что был для кого-то когда-то. Уже классика. Да, то теперь других чмырят, что типа «А, ты нихера не похоже сделал». Не похож на глаза. Я помню два года назад был такой довольно масштабный скандал. Хейт в сторону актера, который озвучил «Человек-паука». Молодой. Который совсем парень был, да? Ну там что-то в трейлере он озвучил. Был один детский голос какой-то. И там все говорили, что за отстой, почему у него такой голос. И в итоге сменили, по-моему, если я не ошибаюсь. Это целый фильм «Гражданская война», где он говорил таким мальчишеским достаточно голосом. А потом в сольном фильме уже сменили парня. Я к тому, что, по-моему, это тоже, опять же, чей-то брат-сват друг был и так далее. А это вообще есть такая история? Слушай, ну, как и везде. Конечно же, она есть. Я за кадром могу рассказать вам эти истории. Просто в кадре, наверное, не стоит. А так оно бывает. Бывает в больших даже блокбастерах, которые выходят, например, в России. Вдруг человек озвучивает просто роль, которая ему не то что не подходит. Вообще, он рядом стоит. Известный же случай, я так понимаю, с Каро в фильме. Ну, например. Хорошо. Это просто как пример, но он не единственный. Директор компании там озвучивает. Ну, скажи, скажи. Они нас не прокатывают, так что вам не страшно. Который Снейпа в Гарри Поттере озвучивает. Арагорного в Властелине колец. Да, но самое странное, точнее, не странное, ничего страшного было со Снейпом. Да, там всё хорошо. А потом был Кинг-Конг, где он озвучил Тома Хиддлстона. Я помню, да. И все такие, что? Ну, потому что там здоровый ядец с таким голосом Хиддлстона. Ты представляешь себе? Хиддлстон. Брата Тора, который говнюк. Того самого. Ну, и действительно, это звучало странно. Но, ещё раз говорю, таких штучно ты вспомнил. Единицы таких звучало. Но они есть. И самые разные в разных местах. Петь, а ты английский хорошо знаешь? Ну, неплохо. Да, вот. Тогда у меня следующий вопрос. Окей, давайте попробуем это. Окей. Окей. Летс го, комрад. У Артёма его акцент это просто мем всегда. Я всегда говорю с таким очень жёстким русским акцентом в Штатах. Я от этого кайфую. И он делает вид, что это кайф. Он делает вид. И все от этого кайфуют. Зато все тебя понимают. Они тоже там, this is trick. Ну, то есть у них прям тоже очень жёсткий акцент. Ну, а зато всем понятно. Никогда не смейтесь над человеком, который говорит с акцентом. Потому что это означает, что у него есть другой язык, с которым он родился, но он ещё выучил и ваш. Вот что значит. Вот. Да. Короче. Я напишу куда-нибудь в этот сам World Brothers и про вам скажу, ребята, почему вы не зовёте меня озвучивать фильмы в Америке? Блин, не надо стесняться моего акцента. Мой вопрос по поводу английского. В чём заключается? Зачастую, к сожалению, переводчики по тем или иным причинам не совсем верно переводят текст для дубляжа. Серьёзно? Да. Блин, я не знаю. Вот. Как ты к этому относишься? Ты правишь? Да. Споришь ли ты с ними и говоришь, что типа, блин, автор закладывал другой текст. А вы мне типа радиоукладки даёте какую-то хрень, которая... Когда такие моменты прям вопиющие, естественно, возникают. Хотя стараюсь делать это минимально, потому что бесится режиссёр. Режиссёр нужно записать за определённое время. Ну, то есть, у него своя цель. Если режиссёр не знает английского, такое тоже бывает, но не обязан его знать, да? То доказать ему, что здесь имелась в виду вообще другая фраза, очень тяжело. Вот. И вызывает ответную реакцию типа, что ты меня учишь и так далее. Но, в принципе, с такими местами, понятно, стараюсь бороться. Ну, и я тоже, например, в угаре какого-то фильма, когда ты пишешь прям там монолог, и вдруг у тебя с листа получается. Такое бывает. Когда ты не по предложению его пишешь, каждый раз сбиваясь, а берёшь вдруг и там три минуты без перерыва попадая в смыкание. И тут вот недавно писали фильм, а ещё недавние пришли правки. Ну, две всего. Одна вкусовая правка, ну, типа поменять слово одно на другое, но ничего не имеет. А другая, я понимаю, что ему вообще другую херню сказать. То есть, я просто прочёл текст, я даже уже его не слушал, я как бы вплёл в канву где-то там у себя. Что-то там по смыслу похоже. А что это по смыслу вообще противоположное тому, что там сказано было? Я потом уже, когда на русском прочёл, ну, вот эти две фразы. Увлёкся? Увлёкся так сильно? Вновение попёрло? Ну, да. И я даже не обратил внимания. Поэтому и на старуху бывает проруха. Это всё нормально. Чаще всего искажается смысл не переводчик. Переводчики всё-таки для дубляжа работают проверенные, хорошие люди. Есть ещё такой момент, как укладка. Укладка, да. И на укладке бывает слетает. А укладка, для тех, кто не знает, это когда тебе нужно, чтобы слова, которые ты отводишь, попадали в губы артистов, которые говорят всё, нет, у тебя не получается. Я пытаюсь. За тобой. Вот. Тебе, например, если он говорит какие-то согласные, ты не можешь поставить какие-то гласные, потому что губы не смыкаются и возникает ощущение просто фальши. Ну, да. Да. Это смотрится как плохо. У нас был такой опыт, мы когда снимали наш тизер на английском языке и потом дублировали на русский, там было достаточно сложно попасть в губы и чувствовалось что-то такое, что тебя корёжило изнутри. Ну, главное, английскую аудиторию не корёжило. Ну, когда с оригинальной... Английский нормально. Ну и всё. Да. Ну, это же важнее. Там случаи... Потом мы перепишем дубляж. Вы это тоже на английском будете, новый свой фильм? Нет, всё на русском. Всё на русском. Всё на русском. А от авторов, обещавших мой огром в 2018-ом, в 2019-ом и в 2020-ом. А потом в 2019-ом и в 2020-ом. Возможно в 2021-ом. Если ковид уйдёт. Наш город болен. Его пожирает чума коррупции, алчности и беззакония. Полиция бессильно... Ну, машин нормальные. ...кончами этого города. Но я не служитель законов. Я чумной. Доктор. Чёрл Джея, приложи. Я выжгу эту заразу до тла. Ты кто? Супергорож так? Да? Табельную не носишь? Инструкции не соблюдаешь? Ты действуешь не по уставу. По городу ходит псих в суперкостюме с бомбами и огнемётами. Красное солнце сгорает от лад. Тень догорает с ним. И вот ты его по уставу собрался ловить? Дом весь город к чертям сожжёт, пока бумажки собирать закончим. Музыка. Выжгут до тла. Чё, на Милку денег и хватило? Что-то. Его вещь. Мультипаспорт фронт у нас здесь. Там прям Лилу было. Я понял. Ты чё натворил? Я совершил правосудие. Да. Так, теперь честный трейлер. Спасибо. Честный трейлер. У Баббл с картинками вообще проблем нет. Никаких. Интересно? Интересно, но... Это моё личное мнение, вы потом вырежете. Брось ты. Это никуда не пойдёт. Герой какой-то бодловатый, во-первых, получился. Раньше он был петербуржец. В 20-минутной пробнике, которую вы делали. А сейчас он молотовщину разговаривает, вот так же, прям быдло. Он ещё и ходит, набычившись. У него лицо никогда вот так вот, за весь ролик, вот так его не нет. Он всё время такой... Ракурс хорош. Он всё время... И я не очень люблю таких персонажей. Они не вызывают. Ты сейчас сказал, что он петербуржец был. Забавный факт, что Александр Горбатов, который до этого играл в короткометражке, он как раз вообще не питерский, даже не московский. Я имею в виду персонаж, а не актёр. А как раз Тихон, он питерский. Ну, а видишь, Тихона, видно, жизнь побила немного. Поэтому он такой чуть-чуть. Не знаю, надо кино смотреть, потому что понять, он нормально по фильму. Тот предыдущий был более открытый. Он какой-то... Знаешь, какой советский дядя Стёпа больше. Ну, я не знаю, как объяснить. Понимаете, про что? А этот не современный. Нет, мы старались сделать такой образ по сурови, посерьёзнее. Потому что у нас и тональность фильма, в принципе, сменилась. С такой весёлой, разухаристой комедией, экшеном в сторону... В сторону, я понял, более серьёзного такого политического высказывания. Скажи мне, я увидел там опять же эти ребята в масках хоккейных. Да-да-да. То есть, они будут в фильме? Да-да-да. Класс. Вот их жду. Они, может, добавят элемент комичности. Потому что в комиксе без шуток это вообще мрак. Все персонажи, которые... Обратите внимание... Абсолютно серьёзные. Нет, на всю вселенную Марвел. Даже самые серьёзные персонажи, которые прям... Они в итоге начинают шутить. Отжигают вплоть до Таноса, блин. То есть, в принципе, у них вообще суперзлодеи на супергероев похожи. Просто немножко цветом отличаются. Да, был скетч на эту тему очень классный. Типа совещание в офисе Марвел. Нам нужен враг для Железного Человека. Пусть это будет большой Железный Человек. Но он злой. Но он злой. А нам нужен враг для Человека-муравья. Пусть это будет его враг в костюме. Тоже маленький, но он злой. И, короче, там все персонажи просто... В какой-то момент, да. Волшебник, но злой волшебник. Да, волшебник, но злой волшебник. Там все просто зеркальные копии добрых персонажей. Да. Ну, это факт. Так оно... Уже когда вся вселенная практически вылупилась, это уже видно. Но, ещё раз. Тем не менее, чувство юмора появляется даже у тех персонажей, у которых его и не должно быть. Просто потому, что в таких фильмах без чувства юмора, ну, просто нельзя. А собаку-то, собака, я не видел собаку. У Майора Грома же собака была. У Майора Грома собаку, но чуть попозже. Это она будет шутить? Она будет шутить в фильме? У нас есть собака... В трипах. Нет, у нас есть собака там, которую Гром прикарливал. Собака-крымский хан. Нет, нет. Там дворняга... Замечательная дворняга, которая живёт у ларька с шавухой. И которую Гром прикарливает, и... А я думал, собака ему шавуху покупает. Потому, что, может, с таким не продают. А собаки продают? Слышь, собака, купи мне шавуху. Мне нравится Петяны скетч. Мне кажется, надо просто открывать эту рублику сразу. Урганту нужно просто к Пете обращаться за идеей. Ну да, конечно. Тем более, сейчас Антон Долин ушёл. А он шутил? Нет. Максимально серьёзно. Мне казалось, да. Антон как раз это такой якорь серьёзности в море юмора. Слушай, а на тему супергерёйского кино, кроме Дэдпула, какие тебе нравятся фильмы? Назови там три фильма, которые тебе нравятся. Сейчас я ляпну какую-нибудь фигню. Во-первых, я не смотрел практически последние фильмы, которые выходили. Ну, вот, марвелские. Потому, что они мне уже надоели. Какого момента? Наверное, после Доктора Стрэнджа я уже практически не смотрел. Нормально, сколько года два? Да. Ни Чудо Женщин, ни Чёрных Пантер. Наверное, вот это всё как бы... Вот. А до этого, ну, кроме Дэдпула и Росомахи, ну, мне, наверное, ещё Тор понравился. Потому, что, кстати, юмора там немало. В каком? В первом очень серьёзно, кстати. Не-не-не, к третьему. Когда это уже совсем аттракционно такое. А, да. Вот. И Страж Галактики, естественно. Потому, что там тоже... Страж Галактики вообще для меня в своё время было открытие. Я помню, когда я увидел этот фильм в кинотеатре. Я... В шестой раз. Да. Я сам лично не уже есть раз в кино ходил. Лично ходил в кино. Я, ну, типа, я уже сводил всех своих друзей, всех твоих знакомых. И потом уже просто сам ходил. Потому, что мне настолько понравилось. Ну, ещё раз. Там концентрация юмора такая в Стражах Галактики. Ну, и героев. Весь коктейль там работает. Ну, я к тому, что... А вот всякие Человеки-пауки... Вот никогда меня это не увлекало. Бэтмен. Интересно было посмотреть Нолановского Бэтмена, но потом... Это не фильм про супер... Ну, как бы... Это фильм про супергероя, конечно. Но это вообще... Это какое-то общественно-политическое высказывание. Подоземлённое. Отдельное. Как картину разглядываешь. Вот. А именно как аттракционок чуть-чуть... Вот. Стражи Галактики это прям... Галактики. 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 Я сейчас... Этого сам Стрельцов. Тоже... Типа супергерой. Ну, фильм супергеройский абсолютно. Ну, вот. Как он капусту там... Не видел? Ничего не видел. Я все думал... Как он ногу... Он кочан капусты запуливает там. Берёт... Она летит. Это графика, наверное. Нет. Я понимаю, что это графика... Я говорю, если бы реально человек ногой в тапочке шибанул по капусте. Что было? Что бы с ногой было? Раздробленные кости. Видишь, что он кочан капусты. Ну, а так, я говорю, вот Стрельцов очень супергеройское кино. А в конце... Не спорили? Не, я не спорю. Мы здесь спорили историческое личное. Что там не спорили? И что? Можно что угодно придумать. В конце я даже... Там настолько... Как это сказать? Супергеройская сцена в патриотичное. Я реально расплакался. У меня прям слёзы потекли. У меня такое бывает. Я вообще очень переживаю. Эмпатичный человек. Мне нельзя... Кино трогайте меня. Смотри. Ещё раз. Я его не продавал. Я не говорю, что это супергерой. Но мне... Я пойду смотреть. Но посмотреть можно. Вполне один раз. А как ты вообще к современному российскому контенту относишься? Ну, то есть, ты вот говорил, что ты там с Бэткомедианом часто работал. И да... Как это на тебя повлияло. Ну, да. Ну, как давно. Было же. Было же. И у нас могут снимать хорошие фильмы. Главное, написать хороший сценарий. Проблемы... Я всегда это утверждал. И до сих пор утверждаю, что самая большая проблема не с картинкой. Картинку уже научились по-западному делать. А проблемы со сценарием. И я всегда был за то, чтобы наши сценарии, пока не научились мы делать их так круто, чтобы отдавались сценарным докторам куда-нибудь на запад. Чтобы они его правили под нормальные психологические качели, которые должны быть в сценарии. Но они же всё равно по-своему всё делают. То есть, у них условно другой менталитет. Если мы говорим только чисто про... Есть ли у них другой менталитет? Почему нам так нравятся их фильмы? Даже драмы. Нам нравится жить по их лекалам, по их представлениям о прекрасном... То есть, когда ты смотришь какой-нибудь фильм, типа Исчезнувший с Беном Африком, где там вообще всё мрако про семью. Ты считаешь, нам нравится жить? Подожди. Не надо говорить про фильмы исчезнувшие. Я смотрел с Артёмом в кино этот фильм. Это было мучение для меня. Потому что Артём ёрзал на сцену и не мог никак не говорить. Было некомфортно. Я бы на Африке озвучил. Да, да, да. Исчезнувший, конечно, это замечательный фильм. Я говорю о том, что мы как-то живём больше в той реальности. Нам хочется вот этого всего. Но когда, например, у нас русский фильм с нашими русскими реалиями. И мы бы, например, отправили Майору Грома какому-нибудь американскому скрипт-доктору. Он бы нам всё переписал. Но душок российский бы ушёл. Ну, душок в смысле не в плохом смысле. Русский дух. Душа. А не душок. Определись, душок или душа. Да. Но русский дух фильма бы определённо ушёл. Мы просто когда общались со всякими продюсерами на Западе. Они говорят, у вас классная история. Только вот мы меняем, типа, Игоря Грома на Джека, там, Тандера и ещё кого-то. Да, что-то такое. Гарри Тандер. Да, Гарри Тандер. Там ещё что-то. Место действия Петербург на Нью-Йорк. Там что-то, что-то, что-то. И в итоге мы понимаем, что ничего от русскости не осталось, в принципе. Вот, возвращаясь к скрипт-докторингу, мне кажется, что всё-таки нужно как-то не слишком часто... А кто тебя заставляет, ну, то есть, условно, ты отдал хорошему скрипт-доктору, он там всё сделал, а потом сделай компиляцию из этих двух. Окей, тогда такой вопрос. Сам прими решение. Да, тогда такой вопрос. Если бы, например, сериал «Чики» отдали бы западному скрипт-доктору, ты думаешь, он бы прочувствовал вообще всю вот эту вот глубину и проблематику сериала? А что за сериал «Чики», я извиняюсь. А, это сериал про... Про четырёхпровинциальных проституток. Да, про проституток, которые в глубокой провинции пытаются выкарабкаться из своей тяжёлой жизни, открыв фитнес-клуб. Очень крутой сериал. Это реально хороший российский сериал. Я не видел. Да, это открытие этого года в сериальной индустрии российской. Я сейчас запишу. Ирина Горбачёва. А, Горбачёв я обожаю. Вот, короче. То есть, я не верю, что американский скрипт-доктор бы... Он, конечно, там есть какие-то свои проблемы. Ну, как и у всех, да. Ты видишь, что он бы не понял основную идею и фишку этого. То есть, ты считаешь, что у американцев чик нету в деревнях и так далее. То есть, ты какой-нибудь в трейлерный посёлок White Trash заедь, когда там, извини... Я понял, я понял. Дочки с папами живут и прочее. И удивишь, что всё то же самое, абсолютно. Те же яйца, только в профи. Поэтому, нет. Ещё раз. Главная проблема даже скриптов, это расстановка акцентов. Расстановка, когда. Когда пугаться. Когда смеяться. Да. Теншина. На напряжение. Ну, реперные точки такие. Абсолютно верно. И они абсолютно технически расставляются. То есть, это не то, что, блин, я так подумал, да, всё. А есть прямо энциклопедия, как это правильно должно быть сделано. И на какой минуте это должно происходить. И плюс диалоги. Диалог должен быть живым, весёлым. Шутки должны быть. Поэтому, я вот сейчас был трейлер Майора Грома. Я чё-то, ну, шуток там мало. Ну, серьёзненький. В этом трейлере нет шуток. Согласен. Ну, ещё раз. Я чё вижу, то говорю. Поэтому, я считаю, что шутка... Вообще умение смеяться над самим собой, это самое... Ещё лучше, да? Самое великое качество любого человека. А уж серьёзного суперки. Почему всем так нравится Дэдпул? Я извиняюсь. Ну, я имею в виду зрителям. Да. Потому, что он умеет сам над собой стебаться, издеваться и так далее. В отличие от многих героев, которые вот просто положительно правильные, да? Этот неправильный и этот с юмором относится и к самому себе. Поэтому сильный герой, он должен обладать чувством юмора по отношению к себе. Я помню, мы с тобой однажды встретились в Лос-Анджелесе. Было моё мнение. Да, да. Ты вообще часто ездок в границу? Я помню этот момент лучше, потому что в этот момент были выборы Трампа. Да, в жизни. А не выборы Трампа. Ну, в тот момент мы сидели конкретно в ресторане. Выборы Трампа. И Трампа уже выбрали. И мы сидели и смотрели на этот кран. И люди рыдали на улице. Ну, ладно, там кто-то сжёг кроссовки, этот самый, New Balance, это я очень хорошо помню, потому что чувак, владелец компании, что-то написал какой-то твит в поддержку Трампа и стал сжечь кроссовки. Ну, дебилы. И чего, часто ли я бываю? Сейчас ты летаешь вообще за границу, в Штаты, потому что мне, например, я уже там два года не был, и мне реально не хватает вот этого Солнца, Солнца, Сан-Диего, вот как-то вот меня прямо ломают уже без него. Но, ещё раз, я считаю, что у нас, вот здесь, духа свободы и Солнца, ну, Солнца может меньше, но у нас есть четыре времени года. И это настолько круто, что есть зима ярко выраженная, есть ярко выраженное лето, когда можно купаться и прочее. А когда у тебя всё время лето меняется на прохладное лето и обратно в лето, это очень сильно и быстро надоедает. Поэтому хорошо туда на старости уехать, вот будет мне где-то 70. В Сан-Диего, да. На пенсию хочу в Сан-Диего. Не обязательно в Сан-Диего, можно в столицу старости, как это называется, в Майами. В Сан-Франциско. В Майами. В Сан-Франциско это для ваших, а я в Майами. Вот. И я к тому, что на столице старости всё. Реально, пенсионеры туда съезжаются и умирать. Потому что там как раз плимат. Подожди, в Майами же всякие рэперы, всякие чикули там. Ну, это тоже есть. И пенсионеры тоже. Но пенсионеров, если ты посмотришь, там просто абсолютная масса. Меня не тянет. Вот раз там в два года слетать по делам, да, отлично. Жить нет. Я с тобой тут солидарен, потому что я тоже очень спокойно отношусь. А во-вторых, мы бы с тобой опять рассвенели бы, блин, если бы мы там жили. Да, там жесть. Эти порции. Вот именно. Закажите макароны с сыром. Вот такие. Я просто когда часто летал, это было там в 2008, 2009, 2010, 2011, прям много было дел. Блин, я там реально отожрался. То есть я за то время, за те полёты плюс 15 кг привёз. Ну, вообще, в принципе-то проблема... В багаже или нет? Нет. Если бы в багаже. Проблема лишнего веса у американцев, она, в принципе, очень давно стоит, и там же была придумана целая система национального оздоровления. По-моему, это Кеннеди сделал, и они придумали джогинг как национальный вид спорта. То есть у них стали проводиться марафоны постоянно, они стали пропагандировать, ну джогинг в смысле бег, бег трусцой. Ты раскрыл причину его убийства, да? Я могу ошибаться, но вроде это был Кеннеди, который вот разработал всю эту программу по оздоровлению, по избавлению от ожирения, потому что вот эти пробежки, они прямо стали частью культурного кода американцев. То есть у нас очень мало людей бегает по строительству. Я тебя удивлю сейчас. Вот давай так. Пробежками, как ты говоришь, занимается только не то, что даже средний класс, а высший средний класс и наверх. То есть если ты посмотришь тот же Лос-Анджелес, кто там по Венесу или там вдоль океана бегает, это люди, которые могут себе позволить, у них есть свободное время, чтобы взять, пробежаться, выпить правильный коктейльчик и так далее. Люди, которые действительно, ну то есть вся остальная страна, так же как мы говорим про Москву, я не вижу вот этих вот всех страшных проблем в основном, когда я в Москве, пока я не выезжаю за пределы. Вся остальная страна там тоже по-другому живёт. То есть немножко Лос-Анджелес, немножко Нью-Йорк, хотя где-то там бегать по Центральному парку только, если что, а все остальное... Ну да. Ну вот, и собственно вся остальная страна живёт им не до бега, им надо работать, им надо потреблять, им надо то-сё. Ну вот, поэтому, в общем, я говорю, для 7% наверное это стало национальным видом спорта, остальные 93% как были, так и остались. Так что мы сейчас должны такие, Россия! У нас просто едят меньше, поэтому не так... Есть нечего, зарплаты маленькие. Видишь, это государство о нас заботится, что мы не толстели, а ты думаешь, национальная программа, фу, вот национальная программа. Слава богу, что KFC есть. Слушай, ну ты знаешь, у меня есть про KFC шикарная история. Ты знаешь, что KFC придумал полковник Сандерса, который ни хрена не полковник на самом деле. Полковник, он просто купил это звание в штате, где он жил, в Ким Туке. Ну логично. Да, а там продавали, вот именно звание полковника можно было купить. И он просто купил себе звание полковника, ходил в белом костюме. И когда он продал всю свою вот эту франшизу в руки корпорации, он стал что-то делать. Он стал ходить по заведениям, пробовать, простите, курицу, KFC. И когда он чувствовал, что на вкус-то не те специи, которые он придумал, там же какой-то секретный смесь специй. Он заказывал стерику, начинал всё разносить. Короче, дедуля поураганил в конце своей жизни. И вторая смешная история про KFC. А, то есть это была смешная история. Да, это была смешная. Что было дальше? Пару смешных лет за вас выдал. И вторая смешная история. Несколько лет назад задержали одного афроамериканца. Который утверждал, что он полковница. Нет. Который утверждал, что он проверяющий из головной FTT KFC. И он по всему штату просто колесил, заходил во все сети KFC. Говорил, я от проверяющих органов, давайте мне обед, я сейчас буду проверять. Нормально. 11 ваших специй. Он обедал, ужинал в другом KFC и просто колесил вообще в себе из штата. И когда он начал повторяться уже, люди начали додуматься. Повторяться. Да, что-то он как-то часто приходит и оно и то же проверяет. Надо было по Макдонису. А то он говорит, я проверяющий из KFC, давайте мне обед. Вот, как бы, представляешься, вот человек. Но они, именно когда он два раза одни и те же крылышки заказал. Я полковник Сандерс. Вот это вот, блин. Да, вот. Короче, про эту сеть много всяких историй классных. Но, ещё раз, видишь, я бы, например, выбрал, ну, если бы я любил этот жанр пищи, я бы выбрал KFC, потому что там курица целиком, то есть, ну, ножка там, не стрипсы, ничего. Не наггетсы. Вроде бы, вроде бы, вроде бы, как будто это правда курица. Вот. Это, я был бы более уверен в себе, чем какую-то котлету там в Макдональдсе есть. Может быть, они поэтому, может, это просто все приверженцы здоровой пищи. Никогда не гугли, как делают наггетсы. Я тебя умоляю. Вот не пиши в гугле, как делают наггетсы. И вы не пишите в гугле, как делают наггетсы. Да, сейчас ваши пальчики тянутся к клавиатуре. Помните, в начале разговора была крыса в Каневте? Да. Так вот это цветочки. Никогда больше не буду заказать наггетсы. Но, сноп. Кока комиксы ты считал? Кока комиксы? Да. Ты знаешь, я думаю, что штук пять за жизнь, наверное. Может быть, шесть. Я реально нечтец комиксов. Я один смотрел про Дэдпулу комикс. Один комикс, который мне, ну, более-менее понравился, это был «По страх и нености в Лас-Вегасе». Такая здоровая книжка. Ну, и, собственно, там еще какие-то. А, нет, наврал, значит, чуть больше, потому что еще «Оптимистера» комиксы он мне дарил. Так, все, встало вышло. Вот. И «Бабловские комиксы». А, можно сказать. Нет, 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 я просто перечисляю. Но, к сожалению, я вынужден был практически все ваши крутиксы. Ну, то есть не практически все, а до 12-го номера, по-моему, у меня все перечитано, потому что мы с дочкой вместе читали и смотрели. Понравилось? Дочке очень, естественно. А мне должно нравиться. Если я озвучил, какого персонажа... Это Ромин любимый проект, поэтому... Да, да, какого персонажа ты озвучил. Не, круто, детский комикс. Нет, детям главное, ну, вроде бы и добрый, и хорошо, что разнообразно, что там не только в Крутиксах, не только комиксы, но там еще какие-то мини-игры, еще что-то. То есть заставляет мозги хоть как-то подгружать. Там мало кто знает, но в первом номере журнала Крутиксы мы неправильно нарисовали лабиринт. И все заблудились. И ему нельзя было правильно решить. Да, это редакция взрослая. И медные дети бились в истерике, потому что не могли решить в простейшем взрослых лбов. Если ты надел на себя вот костюм, понимаешь, это не значит, что ты можешь нарисовать детям такой лабиринт, от которого они потом сходят с ума. Это вот не надо прятаться за костюмом. Помнишь, ты говорил про Дэдпула? Да, да, да. Ну вот. Вот и не надо. Вот мне не надо. Ты сегодня Шазам, да. Я сегодня Гризли, а Петя сегодня Петя. На самом деле молодцы. Надо периодически представлять, чтобы дети учились критическому мышлению. Не просто проходить, а принести так брякнуть перед мамой этим Крутиксом. Мам, что тут вообще? Мам, ты дурачок, ты не можешь пройти. Нет, мама, я прав. И отстаивать свое мнение, что это невозможно пройти. Надо делать больше лабиринтов неправильно. Меня так учительница в школе один раз нагнула. Это было вообще удивительно. Третий класс. Ну, то есть, это не... Или четвертый. Боюсь соврать. Пример какой-то со скобками на доске. Я решал. Ну, решил, написал ответ. А, да. И сколько получилось? Я говорю, ну, там, три. Не важно. Поворачивается к классу. Говорит. А у вас сколько получилось? То есть, наша отличница, девочка, которая... Она говорит, там, типа, пять. Она говорит, ну, и что же, Петь, ты правильно решил? Я говорю, да. Ну-ка спросим от остального. И классы все такие, да нет, это неправильно. Пять, пять. Я уже, знаешь, там, чуть ли не сидел. Говорит, я три. Это я правильно решил. Она говорит, ну, что-то с тобой никто не согладен. Ну, то есть, она прямо минут пять тянула. И потом, в итоге, когда я уже, там, по-моему, чуть ли не заплакал, она говорит, да нет, нет, все ты правильно решил. Типа, а вы, типа, не повторяйте за всеми за колодицей. Это очень серьезно. Да. Но зато... Их всех наказали хотя бы, хоть как-то? Я не знаю, наказали, но мне поставили, во-первых, пять в дневник. И это стало хорошим примером, что если все говорят, там, что дважды два-пять, это совершенно не факт. Ты можешь быть прав. У меня такое было в школе тоже, я сейчас вспомнил. Меня попросили выйти из кабинета. И что-то я пришел потом, и нам дали листок. И говорят, типа, какого цвета листок? Просто дают белый листок. Кто-то говорит, серый. Кто-то говорит, там, он в черную точку. Я говорю, листок белый. Он говорит, ты точно уверен? Я говорю, ну, да, белый, я же вижу. Он говорит, типа, и меня так просто проверяли на то, насколько я... Ты разлучаешь, что ты белый. Да, да, нет, насколько я, типа, конформист в плане какого-то общего мнения. И оказалось, что не совсем. А что за предмет был, не помнишь? Это психолог был. О, нифига, у вас в школе психолог был? Да, да. В нашей школе уборщица была. Психолог. Уборщица психолог. Она успокаивала после того, как туалет макали. Какие, блин, психологи? Нас не хватало психолога. Потому что после того, как я в школе один раз полечил зуб, лет 14. В следующий раз я к зубному пришёл, я боюсь соврать, мне, по-моему, года 22 уже было. Настолько мне полечили зуб. Слушай, настолько прогресс продвинулся по системе лечения зубов. Потому что вот дети у меня, когда идут к донтисту, они говорят, не хочу, не буду. Я говорю, слушай, ты не представляешь, через какие муки я проходил. Вот эта бормашина, которая с верёвками, вот эта вот хрень, вот эта вся крутится. И которая ногой просто, знаешь, что там её делают. Это просто такой страх до сих пор. Но тебе хотя бы, наверное, с наркозом лечили. Нет, какой наркоз. Когда тебе мышьяк кладут, блин, в живой нерв, чтобы он умер от мышьяка. Это же вообще жесть просто полная. Да, это факт. Блин, я всё это прошёл на себе. И как бы сейчас я хожу к зубному, я просто лежу, смотрю фильм какой-то, киношку, мне что-то там свернуть, я вообще ничего не чувствую. Полностью рот они мел, то есть они как сейчас делают? Они сначала тебе мажут чуть-чуть десну. Чтобы колоть было не больно. Да, чтобы колоть было не больно. Какая прелесть. На вкус она как клубничка, потом только нет ни лукольтика. Да, да, всё так. Я офигел вообще. Я теперь фанат. Я тебе больше скажу. В прошлом веке ты живёшь. В Швеции, Швейцарии, боюсь соврать, уже давно разработана машина, на ютубе можно найти. Машина для удаления зубов, которая вообще без наркоза, без всего. То есть если тебе нужно удалить зуб, там такая, ну, сама байда большая, тебе рычаг, такая штучка на зуб ставится, и она начинает, я так понял, мелко вибрировать. И через пять минут она просто достаёт зуб без всякого, без хруста, без этого. То есть она как-то расшатывает его по определённому. Вообще человек ничего не чувствует. А ведь всего два века назад... Мешочком с песком. Удалить зуб мог только кузнец какой-нибудь, да? Кто-то ещё удалил. Кто-то, кто прижигал. Да, оставили не импланты, а вот эти, знаешь, когда сражения большие происходили, типа Ватерлоу, там, собирали вот эти зубы с трупов, да, и потом... Хочешь новый зуб? На, бинь! Ну да, там молодые же в основном погибали на войне, как бы, у молодых крепкие зубы. Хорошие зубки, да. Я не знаю, ты думаешь, по молодости убирали, мне кажется. По форме. Какой вам зуб поставить? Вот у вас подполковник. Мне нравится, к чему пришла наша дискуссия. Не, а те, кто нищие, им туда вообще чуть ли не деревяшки щипки какие-то вставляли. Понял? Зубы от мертвецов. Вот что должно быть в комиксах. Давай, новый психологический триллер. Новый психологический триллер. Зубы от мертвецов. Бэм! У нас есть такая рубрика, в которой мы рисуем героев нашего подкаста в виде супергероев. И мы задаём вопрос, какую бы ты суперсилу хотел иметь, и потом мы это всё изображаем классно в подкасте. Каким ты героем бы мог быть? Героем или суперсилой какая-то? Какую суперсилу супергероем? Может придумать что угодно. Я бы хотел, блин, мы вчера с дочкой смотрели «Тайну третьей планеты». С младшей дочкой, не подумайте, у которой там 6 лет. Мультфильм помнишь такой? Да, конечно. Вот, и там Алисе подарили шапку-невидимку. Я бы хотел вот как человек, ну не как человек-невидимку, не такую мудацкую невидимую. А вот такую, чтобы даже когда водой поливали, не видно было. Ну, то есть ты понимаешь, что сейчас максимально облегчил работу нашему художнику, он просто ничего не будет арестовать. Вот, видишь, я всё. Да, невидимый. Это был такой супергерой, который был невидимый только тогда, когда на него никто не смотрит. Это квантовая какая-то сейчас фигня. Нет, в пацанах же есть прозрачный чувак. А типа я невидимый, когда на меня никто не смотрит. То есть такая суперспособность. А, а когда смотрит, ты видимый. Блин, квантовая запутанность, я понял. Реально, слишком сложно. То есть надо какую-то другую суперсилу, да? Да. Чёрт. Что ж такое-то? Мне кажется, тебе подошло что-то с голосом. Знаешь, типа виброволны, излучаемые голосом. А, вот слушаю. Да. Можно. Золотой голос России. Не-не-не-не. Басков вышел отсюда. Я видел в Твиттере пару дней назад, БМщики распространяют, в какие точки прибора надо зафигарить. А американские полицейские, но там не полицейские, а гвардия, используют специальный оглушающий прибор. Они вот такого размера примерно. Если ты в радиусе 50 метров, ты просто глохнешь. То есть она такой сигнал выпускает. И уже несколько раз на всех этих ребятах, они это используют. И сейчас у Лукашенко сидит, смотрит наш подкаст и говорит, хочу такое же. У нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем. Короче, и там прям крестики такие, знаешь, где нужно проколоть, сделать типа в дюйм дырку, и тогда прибор не будет работать. Но я к чему веду? Я бы хотел вот такой крик дать, чтобы все глохли тогда нахрен. Вот такой человек, который оглушает. На кого ты тогда работать будешь? На какую публику, если все... А сегодня я могу и не орать. То есть это как бы Тор тоже, он может так врезать, что... А может и стакан... А может и не врезать. Пивка там вернуть, если помнишь. Окей, иначе сделано тебе суперсилу, ультразвук. Суперзвук. Пошли физики зануды. Ну все, все. Квантовая запутанность, да. Ну что, Петь, спасибо, что пришел к нам в гости. Спасибо, я думаю, мы только начали, сейчас будет что-нибудь интересное. А это все раздевается, надо готовиться. Принесут алкоголь. Что-нибудь про... А у вашего майора Грома, можно я еще... Давай, да. Знаешь, очень странно, вот мужик, который строит отношения с собакой, у Ларька Шурмой, а с женщинами что-то у него как-то вообще... Не клеится особо у него. Да? Ну очень угрюмый товарищ. Он же типа как Вася Уткин, асексуал. Нет, ну типа у него есть... Ты не знал? Он сам открыто говорит. Ну когда все женщине плохо, ты говоришь, что ты асексуал, я понял. Но нет, но у Грома, у него были женщины, но он никому особо не доверяет, и не строятся у него отношения прям такие серьезные. Так-то на одну ночь, я думаю, там все нормально. Только с той, что в лаваше. Да. Ладно, на этой прекрасной ноте. Все, прощаемся. Пока, ребята. Пока, спасибо.